Ответственность за внутрикорпоративные коммуникации в российском бизнесе довольно долгое время было принято возлагать на HR-подразделение, иными словами, на службу управления персоналом. А там данная функция, как правило, сводилась к подписанию с новым сотрудником Корпоративного кодекса поведения и проведению корпоративных мероприятий. Сегодня важность построения внутрикорпоративных коммуникаций приобретает несколько иной оттенок и занимает, или должна занимать, значительную часть рабочего времени и усилий соответствующего сотрудника PR-подразделения. Как выстроить работу с сотрудниками таким образом, чтобы их внутренняя мотивация постоянно подвигала на трудовые подвиги и на максимальную лояльность ко всем, даже самым непопулярным, но вынужденным менеджерским решениям компании. Доброе утро! В эфире программа «Маркетинговая среда» и я ее ведущая Наталья Самойлова. Тема сегодняшнего выпуска – внутрикорпоративные пиар-коммуникации «Кому, когда, с кем и зачем». Мой гость сегодня – директор по информационной политике и коммуникациям группы компании «Мир детства» Наталья Орлова. Наталья, доброе утро! Спасибо, что приняли приглашение «Маркетинговая среда». Здравствуйте! Очень рада быть сегодня с вами в эфире. Наталья, мы начинаем традиционно программу с «Блиц-опроса». Это та часть программы, в которой я буду задавать вам вопросы, порой каверсные, которые не имеют однозначного ответа. А вам придется ответить на этом этапе только «Да» или «Нет». Даже нельзя добавить при условии? Добавить можно, но я это зачитывать не буду. Мы будем более детально обсуждать все эти нюансы в нашей последующей беседе. Есть, я готова. Итак, с вашей точки зрения, благоприятная репутация компании начинается с мнения о ней и ее же сотрудников? Да. Внутренний пиар – это неотъемлемая функция высшего менеджмента? Да. Внутренний пиар эффективен только тогда, когда он подкреплен реальными управленческими решениями и наоборот? Да, несомненно. Внутренний пиар по своим целям и задачам полностью идентифицируется с пиар-деятельностью компании и отличается лишь целевой аудиторией? Ну, отличий больше, но вообще-то да. Сотрудники являются внутренними клиентами, которые выбирают или покупают компанию работодателя в обмен на свое время квалификацию трудовой деятельности? Да. Вы согласны с утверждением экспертов, что стоимость репутации, которая формируется не только по отзывам клиентов и партнеров, но и складывается из мнений собственных сотрудников, доходит до 85% рыночной стоимости компании? В процентах не назову. Я думаю, что это очень трудно взвесить, но да. При выходе на IPO стратегия внутрикорпоративных коммуникаций должна меняться? Неоднозначный вопрос, но да. Управлять внутрикорпоративными коммуникациями должно пиар-подразделение компании? В российской практике немало примеров того, как это делают и HR-управления, но в очень тесной связке с пиаром. В вашей точке зрения кто в ответе? Все-таки пиар. Я объясню почему, если будет возможность. Будет обязательно чуть позже. Итак, я задала вам вопрос в Блице. Благоприятная репутация компании начинается с мнения ниже ее же сотрудников, и вы абсолютно без сомнений ответили да. Да. В чем тогда заключается самое сложное определение внутрикорпоративный пиар? Это что? Вы знаете, как таковые сами по себе определения, они скучны и, наверное, ничего не прояснят. Ну, ненаучные объяснения с вашей точки зрения. Давайте я попробую объяснить как-нибудь на картинках, чтобы было понятно любому слушателю, который не погружался глубоко в эту тему. Не буду там нагружать дефинициями. Любой пример просто из практики, вот из сегодняшнего дня. Едешь в маршрутке и слышишь, водитель спрашивает возле Дворца культуры «Надежда». «Надежда есть?» – ему отвечают. «Надежды нет». Понимаете, за каждым словом стоит очень глубокая эмоциональная подкладка. И на любое неосторожное слово человек может отреагировать совершенно неожиданно для того, кто это неосторожное слово допустил. И точно так же и во внутренних коммуникациях. Чем слово наше отзовется? Вот как раз мы не только даем инструмент сотрудникам для эффективной работы, когда нагружаем их необходимой организационной информацией, позволяющей им правильно построить свой рабочий день и выполнить то, чего от них ждут. Но мы еще и делимся неким эмоциональным содержанием, которое позволяет создать драйв, кураж, любовь к компании, вдохновение, воодушевленность. Без всего этого сотрудник не принадлежит сердцем к той организации, в которой он работает, и скоро ее покинет, он найдет что-то другое. То есть вот внутренние коммуникации – это то, что позволяет не только обеспечить сотрудника информацией, необходимой для его ежедневного выполнения обязанностей, но еще и полюбить эту компанию. Вот в период после кризиса 2008 года, который, по моему глубокому убеждению, так еще и не закончился по определенным параметрам, многие собственники, владельцы бизнеса, топ-менеджеры, ну, во-первых, довольно, как бы сказать так, чтобы было слово эфирное, пуганенько стали относиться к своим сотрудникам по одной простой причине. Во-первых, они понимают, что сотрудники приобрели страх потери работы. Второе, у нас многие наемные менеджеры так уверовали в силу кредитов и так далее, что, в общем, с этой петлей кредитной на шее приходят устраиваться на работу и точно никуда не уйдут. И сам вопрос заключается в том, что существует такое мнение, что сотрудник на работе должен работать в обмен на зарплату. Когда мы с вами начинаем говорить о внутрикорпоративных коммуникациях, я больше чем уверена, что многие слушатели или многие игроки в бизнесе, знаете, так прищурясь, ну, вот, ну, поговорите, девочки, раз вам это так интересно, но, в принципе, это не имеет большого значения для бизнеса. Попробуйте опровергнуть это убеждение. С вашим мнением я согласна, и вы знаете, было бы, конечно, очень хорошо, если бы нас слышали еще и владельцы, и собственники бизнеса, и топ-менеджеры, мне бы этого очень хотелось. По статистике слушателей они нас услышат. Тогда, дорогие мои, вот сейчас я вам и расскажу, я действительно мечтала тогда об этом диалоге, мне однажды на семинаре по внутренним коммуникациям, которые проводила одна пиарщица, сказала, боже мой, если бы вас слышал мой генеральный директор. Так вот, дорогой генеральный директор, я верю, что вы сейчас меня слушаете, и я хочу сказать, что вообще-то работа с персоналами, обеспечении персонала правильной информации, правильно для него переведенной, вот для этого, как раз для перевода этой информации нужны пиарщики, она позволяет сберегать ресурсы впоследствии, если даже вы сейчас что-то потратили на это. Ну, во-первых, плохо информированные сотрудники неверно и некачественно выполняют свою работу, а сотрудники, не обеспеченные вот этой пиарокрашенной информацией, правильной информацией, они еще и без любви относятся к своей работе и, соответственно, опять неэффективны. Есть такая неплохая фраза, мне кажется, которая звучит так, что наиболее ценен для компании тот сотрудник, который в нее верит, и только на втором месте стоят даже его квалификационные характеристики. То есть, когда он верит, он делает то, что ему поручили с душой, а научится своим каким-то повысить навыки, укрепить свою квалификацию, он уже сможет в силу вот этой самой веры. Если сотрудник не лоялен, не добр, не влюблен в свою компанию, он уйдет и действует. Традиционное правило Паретта, как везде, которое мы любим говорить, 20% сотрудников приносят 80% доходов своей компании, из сотрудников 80% уходят из компании сами, только 20% по инициативе администрации, но именно эти 20%, которые мы увольняем, они нам наибольшие, извините за это уже неэфирное слово, головняков доставляют. Поэтому лучше все-таки работать с тем, что мы имеем, чтобы они и не уходили, и нам не приходилось их увольнять. А исследования внутри корпоративных коммуникаций показывают, что далеко не на первое место сотрудники ставят деньги, как бы это парадоксально не звучало. Это особенность российского бизнеса? Нет, это международная практика, и людям очень важно, чтобы на рабочем месте их признавали, уважали, чтобы их выслушивали, чтобы был прямой контакт с руководством, пусть опосредованной через какие-то каналы, но чтобы они знали, что их замечают там, что они там. Вот это выражение «я не винтик», оно людям характерно, и оно не теряет свою актуальность. Мы это слышали еще в советские времена, это когда не исчезла актуальность этого. Людям по-прежнему важно быть не винтиками. Что важнее, все-таки, исходя из вашего опыта, высокая зарплата при отсутствии внутри корпоративных пиар-коммуникаций, или вот эта высокая лояльность компании при, может быть, заниженных финансовых возможностях оплаты продавания? Мы все с вами друг к другу сможем привести не один десяток примеров, когда очень высоко обеспеченные люди, сотрудники с хороших должностей уходили, если, например, оказывались в информационной блокаде. То есть информационная блокада — это действительно страшно, это просто невозможно работать, а еще и некомфортно. То есть на самом деле это, ну, не проаранжируя сейчас, пожалуй, все-таки это относится не к внутренним коммуникациям, а к исследованиям корпоративной культуры, то есть это гораздо более широкая тема. То есть если мы с вами говорим об этом, то, наверное, и для разных компаний по-разному. Нельзя сказать, что там для фирмы рога и копыта на первом месте оказалась там финансовая обеспеченность, и обязательно это можно экстраполировать на все компании, там, не знаю, на фирму веников не вяжут. Они все-таки будут разными. То есть если одна компания находится в ситуации, там, не знаю, кризиса, а другая, наоборот, в очень благоприятной финансовой ситуации, то, наверное, потребности у людей в этот момент окажутся разными. То есть если человек хорошо обеспечен, у него высокая зарплата, тут же окажется, что он чем-то еще недоволен. И вот это недовольство, существующее в людях, оно, в принципе, нас и ведет вперед. То есть окажется, что он хочет получать дополнительные знания. У него высокая зарплата, но он хочет развиваться дальше. Но это может быть и почва, и для конфликтов. То есть это всегда такое поле для работы специалиста по внутренним коммуникациям. Потому что часто топ-менеджмент иногда отстает от понимания потребностей своих сотрудников. Вчера люди просили зарплату, и собственник продолжает думать, что люди хотят повышать, только повышение зарплаты. А люди, может быть, в этот момент уже хотят, не знаю, кадрового своего роста, какой-то карьерной лестницы вперед. И есть еще такой образ, как винтик, вот еще все время с лампочками людей почему-то сравнивают. И, наверное, это справедливо. Но мы, когда с вами лампочку покупаем, мы же не ждем, что она вырастет в люстру. А если мы на работу принимаем человека, он очень скоро захочет стать люстрой, если он уже приобрел новые какие-то качества, навыки, специализацию, чему-то научился в нашей компании. Люди очень противоречивы по своей природе. Они одновременно хотят и стабильности, и развития. Они одновременно хотят, и чтобы не мешали им в их исполнении обязанностей, и в то же время, чтобы им давали какие-то, не знаю, какой-то стимул для движения вперед. Мы противоречивы, и в этом, не знаю, залог нашей пассионарности, и в том числе и развития бизнеса. И нашей противоречивостью вполне возможно пользоваться тем менеджерам, которые и выстраивают эти корпоративные коммуникации. Да, до этого не надо пугаться, этим надо пользоваться, понимая человеческую природу, человеческую психологию. Если любить этих людей, если понимать, чего от них можно ждать, то вместе можно горы своротить и точно уж развить собственный бизнес и увеличить его маржинальность. Наталья, скажите, пожалуйста, такой, может быть, короткий будет ответ на этот вопрос. Существуют ли какие-то параметры, по которым владелец бизнеса, генеральный директор, может понять, что это вот тот маячок, что у него с внутрикорпоративными пиар-коммуникациями проблемы в бизнесе? Да, хотя бы, как прошло ваше последнее общее мероприятие для компании? То есть это, в принципе, да, вот такое зеркало. Праздники любят все, у нас сейчас это все проводят. Вспомните, как вы встретили Новый год, и, наверное, это по-своему такой вот маячок. Вы знаете, та речь, которую произносит топ-менеджер, приветствуя свой коллектив на каком-то общем празднике, по большому счету, всегда является его вольным и при этом очень искренним пересказом стратегии движения компании. Потому что она, как правило, состоит из нескольких частей. Первая часть, где он благодарит коллектив за совместную работу, и если он про это забыл, то это тоже значок такой, вот такой маркер специалисту по внутренним коммуникациям, что нужно обратить внимание своего топ-менеджера на это. Вторая часть, где он рассказывает о том, чего, собственно, компания добилась, и иногда только в этот момент сотрудники узнают об общих успехах, если есть проблемы во внутренних коммуникациях. Ну и, наконец, он говорит о том, что будет делаться в следующем году. Вот я бы выступления топ-менеджеров на новогодних мероприятиях записывала и отдельно анализировала, что, собственно, я в своей практике правда делаю. Так, а что, какие маркеры будут указывать на то, что, например, после проведения этого мероприятия, что в компании хромает вновь корпоративный пиар, что нужно вот первоначальный взор обратить именно туда? Ну, смотрите, значит, если, например, люди просто не пришли туда, это уже очень тревожный звоночек. Какой процент не пришедших считается критическим? Вот с этой точки зрения. Нет, могут ведь еще и заставлять. Вообще, я считаю, что если на общие мероприятия приходится людей силой сгонять, это уже сигнал о том, что пора поработать специалисту по внутренним коммуникациям очень серьезно. Обязательно в тесной связке с HR, обязательно в тесной связке с менеджером компании. В процентах тут никто не скажет, вы это увидите просто глазами. Если вы пришли и нет людей, которых принято в компании считать такими лидерами мнений, а, как правило, именно они бутылочная горлышко для распространения неформальной информации, то это серьезный сигнал для того, чтобы обеспокоиться. Еще какие есть маркеры? Может быть, не в разрезе корпоративного мероприятия? Ну, на самом деле, я очень серьезно к этому вопросу и отношусь, и вы сказали, что будет короткий ответ, а я-то бы как раз... Welcome, давайте расширять. Дело в том, что я считаю очень необходимыми, настоящие, грамотные, правильно проведенные с помощью социологов или специализированных агентств исследования внутри корпоративных коммуникаций. В моей практике они все оказывались очень полезными. Всегда достаточно сложный разговор с топ-менеджментом компаний. Я помню свой такой разговор с административным директором Еврахима, где я работала, умнейший человек, которого я с нежностью до сих пор вспоминаю, он во многом мой учитель. Ну, может быть, не в моей специальности, а, не знаю, вот именно в менеджменте, в работе с людьми. И он мне говорил, ну, что есть такого, чего ты сейчас не знаешь про наш коллектив с твоим-то опытом? И оказалось, что я многого из того, что мы потом увидели в аналитике и в интерпретации результатов, я многого не смогла предвидеть. Ну, так получается, что мы начинаем приписывать людям собственные выводы на основании, скажем, общей информации. И очень часто ошибаемся. Вот так же, как и вы, Наталья, я в прошлом журналисты, например, помню такой эпизод в своей жизни, когда на телевидении, где я работала, поменялся шеф-редактор новостей, и мы были в панике, потому что он был великолепен. Это был просто турбо-мега-классный журналист, он работал прекрасно. И на его место временно, пока мы брали другого, поставили женщину, которая работала у нас руководителем координации. Она прекрасно справилась, вы понимаете, но мы-то считали, что, конечно, ну, не те, ну, не те новости. И какое же изумление испытала, увидев гэллоп. Результаты. Да, увидев результаты. Рейтинг вырос очень существенно за одну неделю. И я поняла, я работала в телекомпании основной целевой аудитории, которой были женщины 45+. Она совпала с ними. То есть она полностью, повестка дня, которую она формировала, полностью отвечала запросам зрителей. А та повестка, которая казалась идеальной мне, более молодой, более энергичной, более динамичной, она была им, ну, не совсем соответствовала их требованиям, их ожиданиям. Вывод. Вывод. Вы знаете, что такое пиар? Определение пиар. Одно из тысяч определений пиар – это построение взаимовыгодных и эффективных отношений с полезными аудиториями. Так вот, персонал, сотрудники, ваши люди, не знаю, как угодно назовите, я не очень люблю вот эти вот определения персонал. Ну, будем пользоваться, пока нет другого термина. Так вот, люди, которые с вами работают, это полезная аудитория. Они приносят деньги этому бизнесу, они работают на его развитие, поэтому обязательно нужно строить с ними правильные отношения. И разговаривать с ними на том языке, который они понимают. И я убеждена, что, наверное, по-разному надо разговаривать, ну, не знаю, там, на какой-нибудь молочной ферме. Пиар-сообщение дояркам, которые встают там в 4 утра и идут к своим буренкам, наверное, должно отличаться от пиар-сообщения, которые адресованы их бригадиру. Есть разница в необходимости объема информации. Может быть, им некогда, когда они не высыпаются, они хотят более короткую, более какую-нибудь понятную для себя информацию. А у него другие задачи стоят. Он, кроме того, чем занимаются они, у него еще есть дополнительные какие-то, дополнительный функционал, и ему требуется немножко другая информация. С другой стороны, эта информация должна исходить из общего ядра, иметь общие какие-то признаки. Она должна быть единой, но индивидуальной. И опять-таки, в этом есть некое прекрасное противоречие в нашей работе. Так, все-таки, возвращаясь к маркерам, можем прямо перечислить вот те звоночки, которые руководителю дают понять, что его взгляд приоритетно должен обратиться сейчас на внутрикорпоративные коммуникации? Да, любое исследование внутрикорпоративных коммуникаций покажет, сообщат ли вам люди о том, что им не хватает информации о перспективах развития компании. Вы сразу увидите, то есть, ну не знаю, меньше 50% людей сказали, что им этой информации хватает. Это значит, надо просто браться за голову. Значит, люди не информированы о том, куда мы движемся. Текучка, массовый уход людей. Да, массовое увольнение неизбежно. Отсутствие каналов коммуникации. То есть, если у руководства нет инструментов для того, чтобы довести до людей свою информацию, людям эту информацию будет просто негде взять. Недоброжелательная атмосфера в коллективе. Если люди оценивают ситуацию в коллективе, как, не знаю, напряженную, недружелюбную, угнетающую их, это тоже очень тревожный звоночек. То есть, с этим тоже нужно работать. А если руководитель не хочет видеть этих факторов? К сожалению, это случается часто. Ну, я думаю, что это период взросления отрасли на сегодняшний день. У нас и бизнес-то еще весь очень молодой. На самом деле, я даже радуюсь тому, что мы с вами эту тему в эфире обсуждаем, потому что еще недавно это были какие-то совсем разрозненные выступления в СМИ, и полноценное интервью никто на эту тему и не проводил. Внутренними коммуникациями мы занимаемся совсем недавно, потому что бизнес, который существует, не знаю, там, 17-20 лет назад, он сначала, ну как вот, он строил дом и смотрел все время в окно. Как там, придут ли к нему инвесторы, даст ли ему кто-нибудь денег, как на него реагирует власть, не обложит ли она его налогами. Потом он дом этот построил. И не обложит ли вообще. Да, не обложит ли вообще. Потом он этот дом построил, и оказалось, что внешних ресурсов недостаточно для того, чтобы бежать быстрыми шагами дальше к своему прекрасному будущему. Что обязательно нужно еще позаниматься ресурсами внутри. То есть это вот, вот мы дошли до какого-то этапа, когда мы, может быть, какие-то уже превентивные шаги делаем для того, чтобы внутренние коммуникации развивать. Раньше мы только догоняли. Стало плохо. Мы затрубили тревогу, начали что-то суетиться и думать, ой-ой-ой, у нас текучка повысилась, у нас персонал пишет плохие слова про нас на каком-нибудь там, не знаю, антиджоби или по-разному эти сейчас возрождаются под разными именами эти сайты. Ой-ой-ой, у нас ушли лучшие сотрудники к конкурентам. Ах, у нас даже топ-менеджеры не удерживаются. Что-то у нас не то с внутренними коммуникациями. Ой, люди у нас сплетничают в курилках, и там, значит, собственные компании кем-нибудь прозвище придумывают. На самом деле... Но это же самая интересная часть бизнеса для... Ну, на самом деле она и неплохая. Вот эти... Я работала в Сбербанке, и была целая очень интересная компания, когда сотрудники участвовали в разработке слогана для Сбербанка. И Сбербанк всегда рядом. Я считаю, что слоган прекрасный, красивый. Так вот он придумал, придуман с участием всех территориальных банков и всех этих там вот огромного количества людей. Ну, параллельно с этим, например, мы во время этого конкурса получили такое предложение, которое, мне кажется, остроумным, наполненным самоиронией и вовсе не злым, а наоборот отражающим вот состояние... Болевую точку отражающим. Было такое. Сбербанк просили не занимать. Вот я считаю, что такие вот конкурсы, они как раз и продуцируют очень позитивную энергию, помогающую дальше выстроить стратегию внутренних коммуникаций, что тоже необходимо. Я перейду к более таким тактическим вопросам. Наталья, каковы инструменты внутрикорпоративных пиар-коммуникаций? Существует джентльменский набор, он мало отличается от того, что существует в мире, хотя мировая практика внутренних коммуникаций гораздо богаче по истории, чем наша. Там этим занимаются уже порядка ста лет. Ну, условно говоря, и мы этим занимаемся сто лет, потому что я бы вспомнила советскую практику и, например, профсоюзы. В то время эти функции во многом были возложены на профсоюзы. И кое-что мы оттуда перенесли. Ну, например, наши современные корпоративные газеты, они частично впитали в себя историю многотиражек. И также частично впитали все беды многотиражек, в том числе жесткую подконтрольность, например, начальству, отсутствие свободы. Ну, кроме корпоративных СМИ, в которые сейчас входят не только газеты, но и очень продвинутые внутрикорпоративные газеты, а также интранет-порталы и другие нью-медиа. Вообще существует такая классификация. Понятно, что в нашей сфере терминология в силу молодости отраслей еще не устоялась, но принято говорить, что пиар-инструменты во внутренних коммуникациях делят на информационные. То есть это те, когда мы персонал просто информируем, но не слышим в ответ его голоса. Не знаю, ньюслеттеры, рассылки по электронной почте, та же газета, если в ней, ну там, не знаю, не развит канал обратной связи, нет этой рубрики. Корпоративное радио, корпоративное телевидение. Портал я бы уже сюда не относила, потому что в его природе интерактив заложен. Кроме информационных, еще очень важный инструмент, которым пользуются все мои коллеги, это аналитические каналы коммуникации. Это как раз то, что позволяет уже собрать информацию и проанализировать, что же у нас там происходит. Ну, ящики обратной связи, горячие телефоны, аналитические обзоры, исследования, все это является каналами внутренней коммуникации. Более того, все эти инструменты, они опять-таки еще и дополнительную информационную нагрузку несут. Если, например, на вашей радиостанции будут распространять анкету, в которой будет вопрос, как вы относитесь к тому, что с февраля у вас на 20% повысится заработная плата. Это будет уже формирующий опрос, потому что я думаю, что он резко повысит производительность труда и, не знаю, радостное отношение к работе у персонала. Я прошу генерального директора радиостанции Финамо-ФМ сейчас обратить внимание, что это была не моя идея, это был исключительно пример, а не обещание радиостанции. Да, я ничего не обещаю радиостанции ФМ. Я просто говорю, что если есть хорошие новости, то распространять их можно не только рассылкой по электронной почте, а всегда стоит подумать, какие инструменты задействовать, и иногда можно очень неожиданные, красивые ходы придумать. Кроме этого, разумеется, есть такие инструменты, которые относят к группе, которые очень неточно, но принято так сейчас называть, называют коммуникационными. Ну, спартакиада. Представляете, какой объем информации на спартакиаде получают люди? Я, например, сама была участником организации Сбербанкиад в Сбербанке, и у меня в моей копилке много атрибутики, сохранившиеся с этого мероприятия, гимн Сбербанкиады, который действительно поднимает дух. Люди объединяются совершенно в неформальные группы, обретают друзей на работе, верят друг в друга, болеют друг за друга. Ну, вот подобного рода мероприятия — это мероприятия коммуникационные. Примеров, разумеется, они не только спортивные, это может быть научно-практическая конференция, день рождения, ведущий ФИНАФ ФМ, если на этот день рождения собираются ваши коллеги, если у вас это принято. И, разумеется, вы там еще и о работе поговорите, не только о том, какая там Наталья прекрасная. Нет, мы там еще и чуть-чуть поговорим о том, какая Наталья. А в принципе мы поговорим о работе. А в принципе вы поговорите о работе. Вот это тоже носитель информации. Ну и, наконец, то, что называется организационными внутрикорпоративными инструментами, это, собственно, ну вот ваша планерка. Вы получаете массу информации внутрикорпоративной, и очень хорошо, если специалист по внутренним коммуникациям в подготовке подобного рода мероприятий задействован или хотя бы на них приглашен для того, чтобы по итогам написать, не знаю, пресс-релиз, информацию. Понимаете, внутренние коммуникации по природе своей кросс-функциональны, не могу я этим заниматься, если я в плохих отношениях с менеджментом компании. Тогда точно я выпала уже без всяких, из всяких организационных мероприятий, я на них не присутствую, и жизнь компании пойдет мимо меня. Если я не сотрудничаю с HR, потому что, ну, вообще невозможно разорвать мою работу с теми, кто работает с кадрами, иначе я могу очень наделать очень серьезных ошибок. В моей практике, например, есть... Ой, извините. В моей практике есть пример, когда молодая девочка, не имеющая... Ну, бог с ним специальное образование, просто не имеющая опыта в этой сфере, была принята специалистом по внутренним коммуникациям в компанию, которая имела квоту на трудоустройство инвалидов. Это достаточно выгодно для бизнеса и с социальной точки зрения просто прекрасно. То есть люди имели возможность выполнять работу на дому, были сотрудниками компании, и до ее прихода были охвачены корпоративными отношениями. Девочка предложила провести тимбилдинговое мероприятие, так называемый веревочный курс. Вы сами понимаете, что это мероприятие требует не только там хорошего слуха и хорошего зрения, вообще просто в стильной физической подготовке. Вот чтобы избежать таких ошибок, есть ряд обязательных шагов, которые специалист по внутренним коммуникациям должен предпринять для того, чтобы выбрать правильные каналы коммуникации для своей компании. В частности, он должен дружить с HR-директором и хорошо знать орг структуру своей компании, ее кадровый состав. Сам он это не изучит, он на это очень косвенно и посредованно влияет. И только совместно с кадровиками, с HR-щиками, со специалистами по человеческим ресурсам можно разрабатывать пиар-стратегию во внутренних коммуникациях. Наталья, вы так интересно рассказываете. Я опасаюсь одного, что наши слушатели на той стороне радиоприемника, они сейчас делают абсолютно точный вывод, что внутрикорпоративные пиар-коммуникации имеют смысл только для крупных корпораций, в которых есть HR-подразделение, есть топ-менеджмент, есть производственное. Можете сформулировать, вот от размера какой компании, или от показателей размера какой компании, уже есть смысл задумываться о внутрикорпоративном пиаре, потому что он все равно есть внутри бизнеса, просто он либо управляемый и осознанный, либо неуправляемый и неосознанный. Если вас спросить, есть ли в вашей компании корпоративная культура, волей-неволей вы должны будете ответить есть, потому что хорошая, плохая, грамотная, спонтанная, стихийная или продуманная, она в любом случае существует, она сложилась. То же самое касается внутренних коммуникаций. Они как данность существуют, только они могут помогать бизнесу работать эффективно или наоборот препятствовать. Такое тоже может быть. Соответственно, давайте будем реалистами. Если компания маленькая, выделять отдельный бюджет и возлагать эти обязанности на отдельного человека, пожалуй, я бы не стала. То есть если вы все находитесь в одном помещении, если мне достаточно поднять голову от монитора и сказать там, Клава, у меня для тебя важная информация. Я предполагаю, что в этом случае не только заводить отдельного специалиста, а может быть даже и там, не знаю, портал нецелесообразно заводить. В случае, если... Вот когда я думаю, что... Вот давайте такое вот... Мое мнение, не знаю, все ли согласятся... Я считаю, что в том случае, если вы не способны знать всех сотрудников своей компании... Я как руководитель. Вы как руководитель. Если вы не знаете всех сотрудников своей компании, значит, вам уже нужен специалист по внутренним коммуникациям и ряд инструментов внутренних коммуникаций. Вы сказали об отдельном человеке, отдельном бюджете. О бюджете я поговорю чуть позже, так ближе к концу программы. Мы поговорим о деньгах. О самом вкусном. Да. О десерт. А вот все-таки такая тоже традиционно распространенная ситуация. Как правило, пиарщики с HR-ами не очень дружны. Там вступает в силу даже и в большом бизнесе, и в среднем бизнесе такая какая-то внутренняя конкуренция. И зачастую конфликтность. В том случае, когда каждый из них тянет и говорит, это моя часть работы, отдай ее мне. А когда начинается переброс друг на друга? Поскольку, ну согласитесь, что в рамках маркетинговых коммуникаций как таковых, внешних коммуникаций, внутрикорпоративные, они всегда традиционно остаются на последней ступенечке. Это последнее, что будет финансироваться и обсуждаться. Все-таки как выстроить в среднем бизнесе, я так поняла, что именно для него, может быть, начинается со среднего бизнеса необходимость внутрикорпоративных пиар. Как выстроить эту работу внутри компании? Кто все-таки отвечает за результат? Ну, с остаточностью отношения к внутрикорпоративным коммуникациям, к сожалению, соглашусь. Это российские реалии, и я это тоже понимаю. И в упомянутый вами выше финансовый кризис, кто в первую очередь пострадал? Сокращали специалистов по внутренним коммуникациям, хотя во всем мире происходит наоборот. И рекламистов, и маркетологов. Самое страшное, что мало что изменилось в этом бизнесе после сокращения этих людей. На самом деле я смотрю на это очень трезво. Дело в том, что наш бизнес, хотя со мной многие коллеги не согласятся, и действительно в Европе часто считается, что пиарщики должны заниматься совместно с менеджментом, выработкой бизнес-стратегией, и тогда в ней меньше ошибок заложено. Но для нас это пока, скажем так, редкость. Я знаю примеры. Вопрос какого периода времени, с вашей точки зрения, вперед? Через какой период встанет этот вопрос актуально? Я мечтаю, чтобы за пять лет ситуация изменилась. Потому что, как показывает мой опыт, пять лет назад мы были далеко назад от сегодняшней точки. Поэтому я думаю, что через пять лет мы увидим что-то новое уже. Концепция внутрикорпоративных коммуникаций будет создаваться совместно с стратегией маркетинговых коммуникаций. Давайте, не знаю, пари, через пять лет специалисты по внутренним коммуникациям будут входить в состав совета директоров, правления и помогать разрабатывать бизнес-стратегию с опорой на человеческие ресурсы. Я бы вот даже еще бы глубже пошла. В пари не участвую принципиально. Извините, вынуждена отказать. Но я бы пошла дальше, что через пять лет они будут не только в наличии этим заниматься, а у них будет абсолютно адекватная профессиональная база и абсолютно прозрачный функционал, что они должны делать в рамках этой деятельности. Ну, что они должны делать, на самом деле, те, кто этим всерьез занимается, мы и сейчас это знаем. И вот первую часть вашего вопроса я как раз, я бы поставила под сомнение. Может быть, я очень счастливый человек, у меня не было конфликтов с HR-щиками в период моей работы во внутренних коммуникациях. Вот просто ни разу. Ну, за исключением рабочих моментов, вы сами понимаете, ругань на рабочем месте — это нормально, если вы что-то обсуждали. Я приняла в виду конфликтность, что идет переброс ответственности друг на друг. Кто должен заниматься внутренней корпоративной мероприятии? Сейчас объясню. Все это очень просто. Как я уже говорила, в российской практике сложилось, что и PR, и HR этим занимаются. Моя точка зрения, что все-таки управлять этим функционалом должен PR. Объясню почему. Потому что HR в работах со внутренними коммуникацией отвечает на вопрос «Кому?», а PR отвечает на вопрос «Что?». Мы занимаемся… Мы занимаемся… Мы работаем со смыслами. Вот мы как раз те самые транслейтеры, те самые переводчики, которые, может быть, непонятную, сумбурную речь руководителя, смогут изложить так, что вы поймете то, что вам хотели сказать. Руководитель, может быть, и не обязан всегда говорить так, чтобы его поняли все, там, не знаю, вся тысяча человек, работающих в этой компании. Это роль PRщика. Это то, чего не должен и не обязан уметь HRщик. HRщик должен понимать «Кому?». Он должен помочь построить систему внутренних коммуникаций. С ним вместе вы будете работать над тем, какие инструменты подходят для этой аудитории. А вот что? Вот работа со смыслом – это самая тонкая, это самая сложная часть. И это то, что нельзя, нельзя обязать HR с этим заниматься. То есть мы все-таки должны… Вот месседжи – это формулировка, за которую несет ответственность PR. Наталья, допустим, прошло пять лет, появились такие специалисты, и они разрабатывают концепцию внутрикорпоративных PR. Вот каков алгоритм разработки этой концепции? Ну, алгоритм, конечно, существует. То есть есть ряд совершенно практических, очень понятных шагов. Я сначала их назову, потом, может быть, чуть-чуть расшифрую. Но, во-первых, надо изучить бизнес-стратегию, если она существует. Если не бизнес-стратегия, то просто хотя бы ближайшие цели развития компаний. В отрыве от этого никакая PR-стратегия не может существовать ни для внешних аудиторий, ни уж тем более для внутренних, для внутренних двойни. Во-вторых, нужна диагностика любыми способами, какие вам доступны в этот момент. Например? Да хотя бы анкетирование. То есть маленькое анкетирование по электронной почте даже маленькая компания себе может позволить. То есть хотя бы понять, на каком мы уровне. Ну, не знаю, читаете ли вы корпоративную газету, что вы предлагаете, какие материалы вы туда предлагаете разместить, какие рубрики, вам кажется, наиболее. Но анонимное должно быть. Не обязательно. Я еще раз говорю. Та диагностика, которая вам на сегодняшний день доступна. Мы сейчас с вами говорим о разных компаниях. То есть если бы я разговаривала, ну, не знаю, с крупным бизнесом, я бы порекомендовала что-то другое. Если я хочу сейчас свои советы сделать универсальными, я скажу, ребята, ориентируйтесь на свои возможности. Сделайте ту диагностику, которая вам доступна. Можете заказать у специалистов. Ну, это просто the best. Это просто будет прекрасно. Не знаю, там обращайтесь. В конце концов, исследовательская компания, специализирующаяся на внутренних коммуникациях в России, уже есть. Средний ценник такого исследования какой сейчас? От и до вилка. Зависит от численности компаний. Ну, давайте так скажем, от 100 тысяч. Меньше, пожалуй, это все-таки неэффективно. Единицы измерения? Нет, я имела в виду рублей, опять-таки ориентируясь на небольшой объем работы. Эта интереснейшая работа, она даст пищу, ну, не знаю, на год вперед, вот это исследование. Если вы сделали маленькое, оно все равно вас столкнет. И, по крайней мере, мы с вами уже говорили о том, что часто разговор специалиста по внутренним коммуникациям с собственным генеральным директором очень тяжел. Так вот это маленькое даже исследование, оно позволяет обозначить болевые точки и сказать, давайте сосредоточим усилия вот здесь, вот здесь нам понадобится бюджет, вот здесь понадобятся, не знаю, выделенные люди, а здесь, если мы не имеем того и другого, понадобится ваше личное участие. То есть дальше мы пришли с вами к третьему пункту нашего алгоритма. На основании диагностики вырабатывается комплекс мер. И отнюдь не следующим пунктом выполнения этих мер. Так вот комплекс этих мер желательно облечь форму какого-то, не знаю, документа, а еще лучше сначала проекта документа. Ну, не знаю, корпоративный кодекс, не знаю, правила внутреннего распорядка. Зависит от того, какие вы ставите цели. Если вы, когда изучали собственный бизнес, обнаружили, что там, ну, например, все опаздывают, и от этого, ну, это не элемент корпоративной культуры, который никого не напрягает, а это, например, влияет на производительность труда и снижает доходы предприятия, и вы понимаете, что вам надо помочь HR и менеджменту в решении этой проблемы, значит, ну, например, вы будете вырабатывать некие правила организации рабочего дня. И это тоже будет вашим документом. Так вот желательно дальше проект этого документа вынести на обсуждение. Это следующий этап ваших действий. После того, как вот этот документ сформирован, и вы получили обратную связь от коллектива, у вас уже в руках документы, бизнес-документы компании. С этого мы начали. У вас в руках диагностика, у вас в руках некие инструменты обратной связи, которые вы только что накатали. Вы обладаете достаточным массивом информации для того, чтобы сесть и грамотно прописать PR-стратегию. Вы уже знаете цель, куда движется компания, а вы должны обязательно бежать рядом с этой целью, никак не навстречу и не вбок. У вас уже есть информация для того, чтобы определить болевые точки. А мы, конечно, сосредоточены на том, чтобы самые проблемные места разруливать. Где хорошо, там и без нас хорошо. А где плохо, там обязательно мы должны быть рядом. И это не прямая линия, вот то, что мы с вами сейчас начертили, а это такой бублик. То есть мы вот, когда мы с вами пришли, разработали стратегию, следующий этап — это ее внедрение, а очередной этап — это очередная диагностика, опять мониторинг. То есть как у нас идет внедрение. И корректировка. Корректировка. И дальше мы с вами приходим к обновлению стратегии. И вот по этому бублику, надеясь, что это такая будет развивающаяся спираль, а не идущая куда-то там вниз, мы с вами будем идти вместе со своим бизнесом, повышая его эффективность. Наталья, внутрикорпоративными коммуникациями, вот стратегической их реализации, возможно ли заставить, убедить, я не знаю, ну, по крайней мере, прекратить тенденцию, когда люди выходят со своего предприятия, приходят домой, и при родственниках, знакомых, друзьях, как только речь заходит об их предприятии, начинают говорить то, что не прописано в корпоративном кодексе, а то, что они думают на самом деле. Ну, что шеф не очень адекватный человек, например, да, что, я не знаю, там, главный бухгалтер — это его любовница, поэтому она покрывает. Я сейчас модерирую ситуацию, да, что, в принципе, топ-менеджмент ворует, и всем абсолютно понятно, что вот этот весь негативный материал, который даже при грамотно выстроенной внешней пиар-коммуникации, он все равно вирусным маркетингом распространяется намного быстрее, особенно в тех случаях, когда предприятие градообразующее. Какие для этого есть инструменты? То, о чем вы говорите, это один из законов внутренних коммуникаций. Ну, во-первых, есть такой постулат, что нелояльный сотрудник, он опаснее конкурента. Во-вторых, мы знаем, что любую пиар-информацию во внутренних коммуникациях нужно умножать на три. На три — это потому, что у нас в среднем в семье три человека. Негативную информацию всегда люди транслируют охотнее, с этим бороться бессмысленно и бесполезно. Если человеку на работе не выдали спецодежду, он придет дома и расскажет о том, что не выдали спецодежду. А если у него прошел спокойный день, он придет домой, посмотрит там Беррис Хилтон и благополучно уснет. У него все хорошо. Ну, так и? И закон тут один. Однажды я была в учебе в Лондоне, и был круглый стол по корпоративным коммуникациям в компании «Диаджио», которая имеет блестящий просто опыт работы с собственным персоналом в этом смысле, и долго обсуждали, как же сделать интересной корпоративную газету. Волею судеб на круглом столе присутствовал Рама Шотович Каврелянов, который представлял тогда исключительно газету «Жизнь». И он, долго слушая наши частные обсуждения, сказал фразу, которую я запомнила, и несмотря на некоторые мои разногласия, скажем, с политикой его издательского дома, я просто считаю, что он очень мудро сформулировал то, что мы должны делать в своих корпоративных коммуникациях. Он сказал, что продается только эмоция. Так вот, спасение — это обеспечить своих людей положительными эмоциями через средства внутренних коммуникаций. В кризис это особенно ценно. То есть если в компании что-то случилось, нужно радоваться каждому маленькому успеху. Это раз. Второе. Специалисты по внутренним коммуникациям не имеют права врать. А если генеральный действительно неадекватный и главный бухгалтер действительно его любовница? Тогда, как бы вы не приукрашивали, будучи пиар-специалистом эту ситуацию, все равно сотрудники придут домой и скажут, что главбух неадекватен или что-то, что там случилось. Понимаете, зачастую пиар приравнивают, просто вот такой большой знак равенства кладут, к, не знаю, какой-то ложной, лживой рекламе. На самом деле это не так. Я еще раз вернусь к определению. Пиар — это построение взаимовыгодных отношений с полезными аудиториями. И если пиар лжив, он перестает работать. А если это касается внутренних коммуникаций, то вот эта ответственность за достоверность, она вдвойне возрастает. Мне как-то такую замечательную историю рассказали. Не буду называть компанию, потому что все-таки человек в частной беседе рассказывал. Но речь шла о том, что компания терпела убытки, потому что на механизмах, которые она использовала, были вредные экологические двигатели. И информация распространилась везде. Двигатели они поменяли. И информация об этом одновременно вышла в «Коммерсанте», в «Ведомостях» и в маленькой газетке, которая принадлежала этой компании. Ну, там звучала абсолютно идентичная фраза. Была там написана «Компания такая-то» вышла на новый уровень развития, потому что используют теперь двигатели не маркировки «ых-три-ноля», а маркировки «мы-х-три-ноля». По поводу «Коммерсанта» и «Ведомостей» все было очень спокойно. Никто, собственно, не обратил внимания на небольшую информацию. А вот по поводу заметки в своей газете вице-президенту по связям с общественностью оборвали телефон с требованием уволить редактора этой газеты со словами «Как этот безграмотный человек может работать в нашей газете?» Потому что вот там оказывается, он перепутал, и вовсе не «ых-три-ноля» на «мы-х-три-ноля» поменяли, а наоборот, мы их «три-ноля» на «мы-х-три-ноля». То есть это непереносимая ошибка, которая бросается людям в глаза. То, что простят всегда, не знаю, репортеру «Финам-ФМ», никогда не простят сотруднику собственной газеты, если он там ошибся, не знаю, фамилии или в чем-то. То есть уровень ответственности за достоверность информации во внутрикорпоративных каналах очень высок. И я могу, не знаю, прийти домой и рассказывать, какой у нас чудесный главный бухгалтер, может быть, мой муж мне и поверит. Но если я начну рассказывать это своим коллегам, не знаю, за обеденным столом, то, а еще хуже, если я, например, повешу об этом информацию на корпоративном портале, не знаю, как упакованную, но рассказывающую о том, как о них любят и заботятся, если они знают, что их не любят и о них не заботятся, то я боюсь, что кроме вреда подобная работа не принесет. Достоверность, достоверность, еще раз достоверность. У нас фактически заканчивается время, поэтому я по поводу финансов задам вопрос, попрошу максимально коротко. Некоторые источники утверждают, что крупные разветвленные корпорации закладывают, если не равные, то сопоставимые у бюджета на внешний и внутренний пиар. Возникает вопрос, для чего? Представьте, если это транснациональная компания. Я где-то читала, что как-то китайское подразделение слоган Pepsi «Мы вернем вас к жизни» перевело, как «Мы вернем из могил ваших родственников». То есть единство смысла, формирование единого информационного поля это основа основ нашей работы. Соответственно, если подразделений много, если они удалены друг от друга, то деньги тратятся на то, чтобы создать это единое информационное пространство. Это важно. И последний вопрос, который я сейчас привяжу к названию программы, попрошу одним словом, не да и нет, как Блиц, а одним словом. Итак, внутрикорпоративные коммуникации все-таки кому? Сотрудникам. Когда? Ежедневно. С кем? С топ-менеджментом. Зачем? Для повышения эффективности бизнеса. Спасибо огромное, Наталья. Сегодня на эту тему моим гостем была директор по информационной политике и коммуникациям группы компании «Мир детства» Наталья Орлова. Огромное вам спасибо, успехов и дай бог, чтобы то, что мы пытались обозначить как пари, стало нашей хотелкой, которая реализовалась через пять лет. Спасибо за беседу и вам и слушателям. Спасибо. Спасибо.